Сегодня Анна Старшинбаум считается одной из перспективных российских актрис, которая, как отмечают режиссеры, способна изображать сложные чувства, легко балансируя на грани любых эмоций. Настоящим прорывом в ее карьере стал молодежный фильм «Детям до 16», где она сыграла главную роль, получив за нее призы в номинации «Лучшая главная женская роль» на четырех престижных кинофестивалях. Необычная фамилия Анны у многих вызывает интерес, и некоторые считают, что это ее псевдоним. Но это действительно ее настоящая фамилия, которую издавна носили ее предки, имеющие немецкие корни. Родилась Анна в 1989 году в Москве. У актрисы не только интересная фамилия, но и ее биография также складывалась необычно. Едва став подростком, девочка посмотрела фильм «Страны глухих», и игра Чулпан Хаматовой произвела на нее неизгладимое впечатление. С этого момента Анна стала желать только одного – стать актрисой. Ее желание было настолько сильным, что она, бросив 14 лет школу, пришла в молодежный театр, которым руководил Вячеслав Списивцев, и стала под его началом изучать азы актерского мастерства и участвовать в массовке. В 2004 году она поступила в ГИТИС, но через два года бросила учебу и устроилась на работу в Центр драматургии и режиссуры, и стала делать первые шаги в кино. От массовки она перешла к эпизодам, и только в 2007 году получила главную роль в фильме «Скажи, Лео», после которого опять последовало череде эпизодических ролей. В 2009 году, чтобы привлечь к себе внимание, Анна снялась в фотосессии для «Глянца, Максим» и действительно стала более заметной. Вскоре она получила главную роль в фильме «Детям до 16», которая и стала прорывом в ее творческой биографии. Кстати, 2010 год, в котором вышел этот фильм, действительно оказался для молодой актрисы плодотворным, и принес ей работу еще в пяти проектах. Фильмография Анны стала стремительно наполняться новыми работами, и теперь для нее главная роль уже не казалась чем-то заоблачным. Она сыграла главных героинь в таких проектах, как «Мой парень», «Ангел», «Фарфоровая свадьба», «Красотка», «Секс», «Кофе», «Сигареты», «Форт Рос», «Кости» и других, представ перед зрителями в совершенно разных образах. Сегодня в ее творческой копилке собрано 39 ролей, последняя из которых в сериале «Московские тайны», который только вышел на телеэкраны, уже обещает стать звездной. А в 2019 году выйдет еще три проекта с участием актрисы, в которых она сейчас снимается. Личную жизнь Анны тоже можно назвать интересной. В прессе ее часто называют эмоциональной девушкой с полудетским взглядом, и может именно это и притягивает к ней мужчин. До того, как выйти замуж за актера Алексея Бардукова, Анна имела в своем личном активе немало бурных романов, самым громким из которых был. Пикантность ситуации добавлял тот факт, что Владимир в то время был женат на актрисе Светланы Ходченковой и буквально разрывался между двумя красотками, уходя то к одной, то к другой. Именно в момент их болезненного разрыва Анна их встретила Бардукова, с которым поверхностно была знакома давно. Он стал для нее настоящим спасением, и их отношения вскоре закончились свадьбой, которая состоялась в 2009 году, а через два года у супругов родился сын Иван. Их брак считался идеальным, но в 2014 году стало известно, что в звездной семье не все гладко, и супруги стали жить отдельно. Правда, через год они опять сошлись, но видно, трещина в их отношениях, все же, осталась, и летом 2017 года они официально развелись. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?